ДОТА 2 ДОТА на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб-канале ДОТА СЛТВ Редактор субтитров А.Семкин Итак, дорогие друзья, всем еще раз привет! Продолжается квалификация на The International 2014 Mistrust против Skies Это у нас уже получается четвертая или пятая Так, 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 сейчас посмотрим Матчи... Ага, значит, Mistrust сыграли с MVP Раз, два, три, четыре Да, это получается у нас пятая карта Вот, кстати, после этой карты будут играть Arrow против Orange Вот там будет карточка, конечно, лютая Сейчас мы посмотрим на сетку Что там? По очкам у кого? Arrow, значит, имеют 12 поинтов 9 поинтов имеют Orange Ну вот как раз два фаворита встретятся друг с другом в следующей карте Сейчас посмотрим на Skies и Mistrust Mistrust имеют... Ооо, Mistrust 1-2 Статистика Ну, в принципе, не супер страшно Как бы два поражения, это не очень много Но они пока в нижней части турнирной таблицы И Skies тоже 1-2 Ну, вот они одинаковое количество очков имеют То есть они потенциально... Вот такие потенциальные претенденты на получение... Ну, на выход из группы Четыре команды выходят из группы И в стадию плей-оффа Ну и продолжают бороться за слот на International Так, ну и возвращаемся обратно к нашим бонопикам Вивер, Шадоу, Демон, Трэнд и Инвокер У Mistrust Skies забирают лайфстилера, шадоу, шамана, аппарата и батрайдера Банец, Думбрингер Никс И Вайпер вместе с Эмбер Спиритом Ну а Mistrust вычеркивают Пака, Морфлинга, Воида, Ликана и Нагу Ластбан от Skies Акс Вот так Ну, знаете, как бы... Так, 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 так Сейчас, секундочку Мне больше всего хочется говорить о том админе, который на 40 минут задержал матч Я вот сейчас зашел на... ну смотрел там... Докомментировал Вилат Я когда свой матч документировал, я ворвался с 23 минуты на матч Оранжей Вилат там комментирует матч каких-то ребят Не знаю, какой у него там матч, можно посмотреть В принципе, можете сами ворваться, поглядеть Вот, и суть в чем? Суть в том, что он комментирует Дота ТВ В итоге, ну и так, 5-минутный дилей стоит, а еще и плюс Дота ТВ Десятиминутный, в общем, дилей получается по итогу И там единственный один комментатор Хуюн какой-то, вьетнамский комментатор Один единственный сидит, комментирует свою игру Ну, не то, чтобы я там сильно горел желанием ворваться и откомментировать этот матч Ну, просто, если уж Вольво хотят полностью освещать все матчи, да, там как-то всю квалификацию Хоть и там, откровенно говоря, есть матчи, которые там в паблике и то сильнее и интереснее Ну, как бы, все же То надо хотя бы ждать, наверное, что ли То в Дот ТВ люди не могут слышать сейчас невилата никого Ну да ладно Сларк, Вивер, Шаттл Демон, Трент Инвокер Такой довольно пассивный пик у Мистраст, если только Сларк не будет делать кучу экшена Честно говоря, не знаю, Вивера и Сларка в одном пике я вообще вижу первый раз Походу что-то задумали, может быть, это будет такой вот Сларк в харде или Вивер в харде Или Венармуры всякие будут вешать Короче, непонятно, что тут задумали Мистрасты Скайс забирает Лайфстилера Шадоу Шамана Лайфстилер тоже герой, которого в последнее время пикают довольно редко Но есть Батрайдер, с которым хорошая инфестбомба Вот И Ancient Operation И Ancient Operation Да, я должен передать привет Маринке Марина, привет Теперь она популярна на 2000 человек Так, ну последние секунды Точнее, последний пик, а секунды еще совсем не последние Че целая минута Скайс могут взвесить все за и против и взять самого лучшего персонажа Я даже не знаю Я смотрю на пик Мистраст Я понимаю, что Скайс должны сейчас просто брать Ломать ТВРа, ломать лица Как можно раньше это начинать делать У них тоже пик достаточно жадный Ancient Operation и Shadow Shaman Два таких суппорта, которые пока ультимейты свои не получат Они реально сильными не становятся У одного там есть чинилен тач достаточно хороший У другого довольно больно бьет эзершок Ну плюс там лассо держат прилично Но в целом эти два суппорта Если против них вот пойти триплой Там кабины можно разваливать только в путь Но у Мистраст не очень хорошая трипла Вряд ли они пойдут куда-то Против Девять секунд Так, 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 так Подрубил вам музыку Мне привет. Окай, так. Наша любимая рамка. Отлично. Так, ну что, смотрим, на ком играет. Значит, Меракль на... Александр Дашкевич хочет вас добавить, друзья. Ну, тут такое дело, братюнь. У меня уже есть Александр Дашкевич в друзьях. Вот. И... Александр Дашкевич, у которого 16 подписчиков и 15 друзей. Такой мне Александр Дашкевич не нужен. Вот. Ну ладно, будет 2 Дашкевича. Ничего уж там. Добавлю его в друзья. Вдруг это реально настоящий, просто под фейком. На тренте у нас играет... Бумбил. Так, так. Начал главное со Скайз. Перешел медленно на Мистраст. ТНК. Шадоу Демон. Аба Инвокер. Аба сегодня на Бремастере тащил каточку. Сейчас, если на Инвокере будет тоже так круто играть, то потащит своим ребятам. Игру. Вот это тот дядя с великим никнеймом, который невозможно прочесть. Кит. А дальше что там вообще? Что-то приписка. Это просто забейте. Лакилс Вивер. Вроде всех представил. Скайс Меркаль. На Тинкере аппарат Фридум. Лайфстилер. Полусон. Чибикс. Шедл Шаман и Бэтрайдер от Ханы. Ну и разбегаются. Ребята, общаемся в чате. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Матчи, вот кстати, что хочется отметить, на фоне американских выглядят покруче в плане экшена. Гораздо больше файтов, гораздо больше каких-то попыток что-то изобрести. Но по-прежнему смотришь на эти квалификации и понимаешь, что на следующий интернешнл можно свою команду собирать и идти на эти квалификации. Потому что реально команды очень слабые. Так, давай наваливать Тинкеру. Бежать, бежать. Да тут, конечно, не убежишь, когда тебя в троечка валят. Никак. При том, что у инвокера нет ни одного скилла, которым он там, да, закинул. Он и не дамажил, он и... Ну просто бил скилки. И при этом все равно на Тинкере получилось сделать ФБ. Надо было Тинкеру сразу сходу давать какой-то лазер кому-то. И тому же Тренту, например, да. Вот он подошел, дал ричсид, получил бы лазером и как минимум свои 80 демеджа. А 80 демеджа это две тычки инвокера примерно. Так то. 5-0 пока у Бэтрайдера. Сларк вполне легко стоит против этого героя. Ну, теперь понятно задумка. Взяли Сларка специально против Бэтрайдера, потому что реально он хорошо стоит. Ну и Вивер хорошо стоит против Бэтрайдера. Тут как бы оба героя хороши. Виверочек еще на топе может терпеть. Что тоже довольно приятно. Лайфстиллер 5-4 Крипстат, Вивер пока 1-0. Ну вот, как мы видим, по Крипстату Виверок проседает довольно плотно. Походу аппарат приехал. За что-то какой-то тренд слишком жесткий подошел, замедлил, убил. Шадл Дьяванг, нет дисрапшина, вешает Сулк Кетчер. Ну это предсмертный такой хрип, можно сказать. Если кто играл в Хардстон, он поймет. Вешает на себя хилл и не хватает тычки. Санстрайк в другую сторону. Немножечко правей. И убило бы сейчас. Тренд дерется до конца. Утренда очень жесткая тычка, но тут Шадл Шаман тоже неплохо. Особенно очень рентачем. Лазер с руки, хоста есть, маны нет на инвиз. Тут без шансов для Вивера. 2-3 становится счет. Вот мои слова опять же подтверждаются. Экшена очень много. Он настолько нелепый, но при этом его очень много. Постоянно где-то кто-то кого-то убивает. Ого. Ничего себе, инвокеру сейчас присобачило. Дотка немного успокоилась. Снизу крепятся примерно одинаково. И никто ни на кого не нападает. Я так смотрю, Бэтрайдер не сильно растрачивает ману. Все-таки у Сларка вот, вот. Он уже начинает как бы понимать, что братьюнь, давай-ка ты это. Или бы меня харасить, либо я тебя буду харасить. Потому что 10 стиков ему явно надо куда-то тратить. На топе. Ой, в миде опять у нас выход. Лич сит, колдснэпы какие-то есть. А он уже тратил колдснэпы. В принципе, продамажил перед тем, как пришел Трэнд. Посмотрите, Трэнд почти отъехал от машин. Плюс там Тауэр еще поддамажил. Вот какой-то ТП, какая-то небольшая помощь. И как минимум можно было бы убить. Трэнта, я уже не говорю о том, что можно и Тинкера самого засейвить. Не самый хороший вард. Не дает он того вижена, который нужен. Учитывая, что Трэнд уже в который раз приходит и убивает. И Тинкерочку неприятно. На нем надо делать фаст травела. Эншентов стакают? Нет, эншентов никто не стакает. Тоже минус. Пока некому. Может быть в перспективе кто-то и настакает. Но пока... Такой возможности нет. Версута ДОТАТВ лагает. Ну, ДОТАТВ лагает, ребята, это не ко мне. Вопросы. Я не сервера Вольво. И не их там программист, который это может починить. Трэнд с тапком. Третий левел. На два раза взял Ливен Армор. Не такой, как был тренд у одной американской команды. Где этот тренд прокачивал на два раза инвиз. У меня профи с глаз. Я не знаю, как можно догадаться. И опять под колд снэпами Ливен Армор. И разговаривали. Пичтит. Мана опять кончилась. Можно какой-то Кларити себе принести, не пожалеть. Но, понятное дело, что он будет фармить на Мидас. Учитывая, что у него сейчас на линии все шикарно. Еще буквально чуть-чуть будет Мидасианский. Ну а дальше левел рванет резко вперед. Будут форж спириты. И можно ломать товара. Собираться вместе и что-то делать. Сларку надо... Ну, я думаю, он будет играть через Shadow Blade. Если это дефолтный Сларк. Вполне вероятно, что это совсем не дефолтный. И немного кривой. Не попадает. Лайфстилер. 1, 0, 18 крипов. Вроде более-менее все у него нормально. Вивер. 20 крипов. Ну, как минимум, свою миссию выполнили. Все-таки на изи-лайне Лайфстилер должен иметь гораздо больше фарма. Чем он имеет. И, опять же, у него до 6 левела очень долго. А хила вообще нет. И сейчас огромные проблемы. С Страк и Зайд. Фридум отвалился за секунду. Там Лайфстилера могли даже убить. Но не стали за ним дайвить. Решили просто взять Shadow Shaman. Который подставился. Это еще один минус. 6-3. Мистрасты очень плотно давят Скайс. При этом у них есть еще один герой, который скоро будет вносить свою лепту. Ну и про Бэтрайдера не забываем. Взял он в бутыль хосту. Активировал. И устремился в мид. Инвиза здесь нет. Маны тоже не особо много. Если вытянет. Ну он по ворду прям прошелся. Который только что упал. Поэтому тут инвокер в курсе. Shadow Demon. Трен тоже уходит по ворду. Shadow Demon также по нему прошелся. Ну опять у нас небольшое затишье. Тинкер сделал себе Сулринг. Эншентов ему все-таки стакают. Вот уже три пачки. Ну все по таймингу. То есть сразу стак и теншентов не так уж и важно. Там Тинкеру главное хотя бы штуки 4-5 стаков сделать. Ему сразу хватит этих стаков на травела. И он еще сам, как мы тут видим. Формит простых нейтралов. Которых тоже настахали. Раз. Два. И деньги. Опа. Тренд. И санстрайк. Ну санстрайк слишком прям уж криво был заюзан. Совсем не на ход. Еще один хит нужно сделать. У него тычка ого-го. Какая 90 урона. Тут 70 хп. Так. На развороте. Лазер. Не добивает. Тренд Тауэр слишком толстый. Залез под Т2 Тауэр. Еще ушел живым. Здравствуйте. Я Тренд Протектор. Опа. Батрайдера убили. Сларк в этот раз походу не промахнулся паунсом. Не смог сделать килл. Восстанавливает свое хп. Я профукиваю еще один фраг. Какого черта вообще происходит? Слайстиллера на топе забрали. А вот Вивер остался наедине с Слайстиллером. А, у него еще до сих пор ульпи нет. Это печально, конечно. Сларк не допрыгивает. И выходит. А Тинкер тем временем фармит теншентов. Которых помешать ему зафармить никто не может. Можно только попытаться его убить. Но под Тауэром опять же это сделать нереально. Опять Сларк прыгает. Опять не достает. Такой прям с максимального расстояния хочет сапнуть противника. И сап, что Сулкет, Чернобатрайдера, Сенстрайк. Ох ты ж попал по Шеттл Шабану. Раздавила. Шеттл Демон, банка и лазер. На. Отлично. Спасибо за травела. Тут как раз не хватало до травелов. Буквально 300 голды. Теперь не хватает полтинник. Тинкер доволен. У инвокера Мидас. Лайфстилер одни фейзы. И неужели у него ничего больше? О боже. 9 минут одни фейзы. Это конечно совсем печаль. Но Мистрасты молодцы. Показывают, что они сильнее. Причем гораздо сильнее. Ну-ка. 4 тысячи. Все понятно. Переключаемся на нетворсы. Единственный, у кого все в порядке, это Тинкер. Если Меракл затащит в своей команде каточку. Он может долго дефить. Вот чем хорош этот Тинкер. Но проблема немного в другом. Так. Вот она проблема. То, что лайфстилер не фармит. И лайфстилер в затяжной игре он не очень силен. В отличие от Сларка и Вивера. В особенности Вивер. Уж этот-то дядька своего не упустит. И взял себе ультимейт ворт. Десятая минута. И вонетворс. 4 500. Практически топовый. А он стоял в харде. Не такой уж и хард получился в итоге. Так. Снизу Меракл подставился. Умудряется сделать килл перед смертью. Айс Бласт. Шэдоу Демон тоже минус. Ларкевич. Ну тычку ему одну отвешит. Боже, что у него тогда так спит? Почему он так медленно атаковал? Просто уши какой-то. Поймали Сларка. Firefly в КТ. Заливает маслами. Паунс есть. Сларк убежать должен. Вижен сейчас как только пропадет. Еще буквально на секунду он свалит. Даже так свалил. На топе. Сейчас Дошаман ставит. Центряк. У Вивера маны не так много. Лайфстилер с ним грызется. И типа развод. Развод идет. Типа. А, не бей меня. А, там Ливенормор. Лол. Сейчас Лайфстилер еще отъедет. У него уже нет ульты. Вивер, походу, об этом просто не знает. А он реально, походу, не знает об этом. Так бы можно было пойти и взять его. Что-то тебя троллит. Вилат и Каспер на первом канале. Сейчас пойду зарежу их. Я вообще этому... Ой, Вилат и Каспер. Вилат и Факер. Я Факеру катку вообще-то затащил. Так то. Катку на его Хардстоуне. Он должен был идти на Аналитику. Я ему каточку затащил. А он, скотина, такая неблагодарная, меня троллит. Ай-яй-яй. Ну, тем временем у Лайфстилера дела потихоньку начинают налаживаться. Какой-то армлет захудал и у него вырисовывается. Может, 13-й до фармит. Хотя это слишком оптимистично звучит. Бэтрайдер под Сул Кетчером. Пытается, пытается цепануть. И вроде цепанул, как ни странно, виверочкой. Неужели он не раздуплится? Посмотрите, два... Буквально дизейвла потрачено было. И получается убить этого герой. Байбекается, вивер возвращается с таймлапса. Заберет он. О-о. О-о. Еще раз отъехал. О-о-о. Ну тогда, конечно, печаль. Он байбекался, умер. Ну, убил, конечно. Но все-таки после байбека это не есть хорошо. Сларк какой-то шлем у боги. Туренд куда-то встал. Он, походу, хочет поймать... Но, опять же, что он сделает? Тинкеру. Не, вообще, кстати, он может Тинкера убить. Потому что там инвокер с санстрайком. Санстрайк на... Ну, почти 300 дэмэджа. Здесь... Такое. Если Тинкер будет побитый, то... Тогда, может быть, а по-другому никак. Тинкер будет побитый, а по-другому никак. Так... Тауэр. Разваливают и... Никто вообще не дефит. То есть беспрепятственно. Сларк получает на халяву 500 голды, а то и больше. Прошел Сларк. Очень нагло вообще играет этот товарищ подрубает. Утимейт и ничего не боится. Абба делает килл. Санстрайк. Том рейдж. Корни все равно заперли. В итоге его тупо разорвали. 15-10. Даблкил оформляет Абба. У него есть Некра. Сейчас будут уже скоро третьи. И пока вторые. В это время Вивер себе делает айтемы. Не, ну эта каточка будет быстрая. Максимум минут 30. Если на базе Тинкер будет грамотно дефить. А если Тинкер вот так вот будет отдаваться, то минут 20. До 30 и не дотянут. Сларк под Шадоу Блейдом. О, иди сюда. Ах, ну этот Сларк вообще конечно наркоман. Он прыгнул. Я думал у него не хватит фантазии прыгнуть. Дарк Пак у него был в тулдауне. В итоге поймали. Успевает прожать Дарк Пак. Прыгает игром на банк и умирает. Слишком очень наглый. Слишком очень. Не знаю, по-моему так нельзя. Тима Торп сейчас доделает себе какой-то Пауэртрид. Вообще, на самом деле, можно и Линкен доделать, потом ПТ. Деньга-то ему уже практически позволяет. Но тут разницы особо нет. Вивер в принципе не участвует особо в файтах. У него есть 3 килла, ни одного ассиста. То есть он там раз в 1000 лет на какого-нибудь лайфстилера нападает и все. Дальше идет фармить. И инфест-бомба. Она просто отсутствует в этой игре. Уже в который раз вижу, как берут лайфстилера, берут Батрайдера, а инфест-бомбы нет. Ну и нахрена вообще тогда брать этих двух героев. Ниже такая жесткая комба. Тренд очень наглый. Вот, например, отсюда было входит Тимкер. Снизу Тауэр забирает. Лайфстилер попал под фокус. Валивается Лайфстилер и теперь надо как-то уйти. Но походу не получится. Да, это минус. Ну, один в один размер. На самом деле неплохо. Учитывая, что у Вивера мутузили толпой. А он в соло убил. Тимкер. А, Санстрайк какой-то? Санстрайк какой-то? А, никакого-то Санстрайка нет. Почему-то ников кулдауне. Вытягивает Абу. Ливен Армор на нем висит. С руки пытаются разварить банки. И получается сделать килл 690 голды. Ого, как много за него дали. Фридум дерется до последнего шага. Ну, демон успевает сделать килл. И сурный сгорит. Нет, Валасирин пришел. Дерябнул и убил. Тренд протектов также минус. Четыре игрока команды Мистраста отправляются в таверну. И четыре игрока команды Скайс отправляются в таверну. Сюда подтянулся Сларк. Файт длился, наверное, минут пять. Двадцать на пятнадцать за шестнадцать минут. Даже наши дотеры столько экшена не делают. Я уже начинаю любить. Я чувствую, надо переквалифицироваться на эту... На Юго-Восточную Азию. И комментировать их игры. То, что тут... Тут вообще все... Что это такое? Вивер бегает за тинкером вместо того, чтобы фармить. В то время, как он на топе фарм. И там еще-то один тавер взял. Тинкер перемещается по всем лайнам. Это, кстати, тоже еще один минус для лайфстиллера. Потому что все фармит тинкер. Ничего ему толком не достается. Ни с одного лайна. Он вот фармит лес. И это совсем мало. Некры-3 уже имеют у инвокера. Сейчас вот Некры-3 дпсит больше, чем лайфстиллер. Ребят, следующая карта будет реально жесткая. Вот следующая карта... Будет Арл против... Так, 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 Слоркевич. Батрайдер его сейчас может цапнуть. Батрайдер понял, что нападать не надо. Нет, он ни хрена не понял. Он не понял, что нападать не надо. А я думал, понял. Айс Блаз залетел. Очень нагло. Очень нагло играет. И за это поплатился Слорк. Шэдоу Демон тоже минус. Ну и это 3 в 1. Батрайдера минуснули. Никого не потеряли. И потом один, ну, раз за разом начали фидонить. Один за другим. В замесе нет вибера. Вот, походу, не хватает этого героя. Нужна какая-то помощь от него, что ли. До Линкена ему осталось буквально купить рецепт. Но так как у него сейчас пауэр-тепи. И до собраны, скролла нема. Вот он вынужден купить себе ПТ. И такая шутца. Вот снэпы. Рейдж имеется. Но рейдж ждет до последнего. Я не знаю, до последнего чего. Берет скролл, подрубает рейдж. И такой, а вот что он ждал. Аппарат тоже уходит. Избить телепорты нечем. Колл снэп потрачен был. Змейки не добивают тавер. Он динайбл. Можно сломать. Пошел Айс Блаз. Вот в прошлом файте Айс Бласт очень сильно зарешал. Потому что Сларка под этим Айс Бластом раздавил. И он не смог отрегинить свое хп. Очень неприятная штука. Фейзер Армлет на 19-й минуте. Ну вообще обычно эта связка айтемов является минуте минимум к 13-й. А то и раньше. К 11-й, к 10-й. Сларк с Шадоу Блэйдом. Сейчас если найдет кого-то... Он же нападет. Смотрите. Нет. Тут на него напали. Гем есть. Теперь понятно. Ну и не хватило реакции. Айс Бласт летит. Бам. Оперейшн получает килл. На топе драка. Вот только-только переключился с одного места. И сразу на топе файт. Хекс. Минус. Шадоу Шаман был здесь. Теперь уже здесь. И это еще не все, ребят. Это еще далеко не все. Маны нет уж от Уши Мана. Он два файта провел. Санстрак. Боже мой. Как ему больно. Развалило. Разможило. Стерло. Трент. Есть у него ульт. Там Лайфстиллер подтянулся. Замедляет Инвокера. Ну Инвокеру вообще не страшно. Он у него Балкяр уложил. Вот Тренту как отсюда выбираться непонятно. У него почти на даггер деньги натикали. Инвокер уходит под Инвис. Айс Бласт. Айс Бласт летит немного в другую сторону. Инвокер вылазит из Инвиса и умирает. На Рошана что-то пингует. Что вы на Рошана так пингуете? Мол пойдем, пойдем. Да вы не осилите его, ребят. Вы что? Без Змеек Шадоу Шамана точно не осилите. Тут еще Лайфстиллер ухилится полчаса. Не, ну Operation в принципе с Виталити Бустером может забрать Рошана. Это дело такое. Че бы нет, правильно? Так, ну. Пошли на Рошана. Мистрасты легко могут их оттуда прогнать. На карте достаточно долго никого нет. Это должно как-то смутить Мистраст. Они должны понять о том, что там... Ого! Ого, что делает Меракл. Он решил купить Сулбустер. Или что это вообще? Возьмет Бладстоун. А зачем им Бладстоун? Чтобы много-много-много машин закидывать. Да, они забрали Рошана все-таки. Ты посмотри. Ну тут опять же стоит отдать должное Мистраст. Как же они долго думали. Пошли на Тинкера. Ливер пока даже Линкен не доделал. У него начало было шикарное, но что-то... Подпортилось все. Вообще под Тауэром пытаться убивать Тинкера, когда вот такие машины. Две или три пачки ползет. Дело не самое благодарное. Да, Герфорст у Бэтрайдера есть. Самое главное. Лайфстилера. Ну, хотя бы какие-то айтемы на ТПС имеются. Вот они поймали Инвокера. Сразу их зайцы Дисрапшин. Абда живет. Захексили его. Вгрызаются в Лайфстилера. Хотя тот должен вгрызаться, но у него есть Аегис. Убивает еще и Бэтрайдера. Выбили Гем. Гем пока никто не забирает. Валялся там... А, забрал его Ancient Operation. Лайфстилер пошел. Сгрызает Вибера. И на этом файт заканчивается. Разбегаются. Ну, такой себе файт получился. Не очень плохой. Они выбили Аегис. Они убили Бэтрайдера. Но Гем не забрали. Вот если бы еще скаммуняк или Гем, было бы вообще шикарно. А минус у Мистрас то, что умер Керри, во-первых. А во-вторых, этот Керри уже давным-давно должен бегать с Линкеном. И он-то его доделать не может. Прикольные вардишки. Статуя. Вместо писюна глаз. Нормально. А, или это меч. А, лол, это меч с глазом. Да. О, Сларк нашел. Нашел себе клиента. Ну, вообще, Тинкер с Бладстоуном это что-то такое... Эпичное. Интересно, что он будет дальше делать себе. Не самый, так скажем, дефолтный Тинкер, которых мы привыкли видеть. Даггер у Кронта. Одиннадцатый шадр шамана. Тинкер. Вот он бежит, бежит. Сейчас, говорит, не бойся, если нападут, я тебе помогу. У Вивера четырнадцатый аппарат тринадцатый. Лол, что-то сутки, сука, высокие лобла имеют. Но это из-за того, что очень много экшена. Хекс от Вивера. Не выпускают его вообще из дизейбла и убивают. Опять же... А, нет. В этот раз его Линкен все-таки доделал. БКБ себе... Купает Сларк. Нужно принести. Лейстилера цапнули. Тоже вот этот шадоу-демон. Такой противозный против Лейстилера. Это жути. Аба. Пока тревелас я приобрел и больше ничего такого не покупают. Клодснэпа повесили. Ну вот он, Тинкер, который даггер свой нормально не юзает. И вот так легко Минвокер не должен заставать. Причем Минвокер, у которого нет ни даггера, ни форса, ничего. Он просто подбежал к нему в тупую и дал ему клодснэп. Синстрайк, Меракл. Сует сидится. Окей. Пошел из Бласт. Тавер падает, а шадо шаман улетел с ТП. Лейфстиль раскушивает еще в миде. А то, что пивер в миде прилетел. Задехал здесь. Пускается метеор. На крипа Аллахрити. 80 урона. Давай, крип. Ну же, ударь хотя... Боже мой! Тупой крип. Ты что всех обходишь? Он один раз ударил. На него повесили Аллахрити и он один раз ударил. Хаста валяется. Прошел мимо. Так. Сварф пошел под Шадоу Блейд. Тинкер уходит с даггера. И ТП. Ну а Лайфстиллер что-то заподозрил и подставляться не хочет. Тут у нас что? Тут у нас Вивер 4.7. Судя по всему 4.8. Хаст бласт. И он успевает вот раз таймлапснуться. И вроде даже уходит. Тренд протектор. Юзайд ультимует. Вивер на разворочи за всю боль. Идите сюда. Паразиты. Минус 0 и 2. Тинкер... Тинкер ушел. Так. Еще и... Ракетами закидывает Сларк. Здесь есть ульт. Но если он в своего крипа заюзает, то точно не выживет. ТП аут. Ну вот это выход. Из ситуации. У Сларка нет башера. ТП сбивать нечем. Меракл. Наркоман конечно редкостный. И вот этот Бладстоун, который ему нахрен не сдался. Зачем тебе Бладстоун реально? Потому что такой тупой айтем. Улетел на базу. Заряды он все равно не накопит этим Бладстоуном. Да даже если накопит, зачем они нужны? У него есть Сулринг. У него нет проблем с маной. Он постоянно перемещается на базу и... Как бы ману пополняет. ХП... Ну, ХП не так много Бладстоун дает. В целом, вообще Бладстоун один, наверное, из самых эффективных айтемов. По соотношению цена-качество. Потому что... Ну, даже не Бладстоун, а Сулл Бустер. Потому что Сулл Бустер дает тебе тучу регена. Дает тебе регена и ХП и маны. Плюс дает само здоровье и ману. И в итоге получается, что этот айтем дает тебе всего. И причем прилично. Стоит всего лишь там 3 300. Но... Из-за того, что из Сулл Бустера, кроме Бладстоун, нечего купить. Его никто не покупает. Да, если бы он купил Хекс, пишет в чате, было бы уже ГГ. Согласен. Но ГГ может быть не было, но пользы было бы очень много. Отбахнули Шадоу Демона, выбери из него ГЕМ. Плейстиллер дальше грызет. Разворачиваются Слуарк. Подрубают ультимейт, но он не дерется, убегает. Используются для того, чтобы эскейпнуться. И Тинкер отсюда уходит. Дайер лучше сделать что-то об этом подруге. Лейкстиллер, ну тут почти обуссал. Айсбласты по кулдауну. Вообще, ни разу не видел, чтобы айсбласт был в кулдауне. Ну, в смысле, чтобы он был не в кулдауне и... Ну, просыхал. Прямо как только откатывает, сразу кому-то подарочек. Сделал себе, опять же, айтем, который немного, как по мне, неадекватно выглядит. Вот на кого он будет его вешать? Зачем, в принципе, этот ротофотос? Чувак, ты только что потратил на этот ротофотос 3100 голды. 3 тысячи, мать твою, 100 голды. Вместо того, чтобы купить аганим. А бусал появляется у лайфстиллера. Вот, когда я такое вижу, у меня начинает... Вот такое, знаете, сознание немножко переворачиваться. Как можно реально променять аганим, имба айтем на аппарайшене, на какой-то обосланный ротофотос, который из 100 игр покупается один раз. И причем против кого? Против фивера? Он вообще не заметит его. Против сларка-то тот тоже не особо заметит. Потив фенлокера? Да и ему чихать. Разве что трэнта, его даггер, шаттл демона? Окей, 3 тысячи потратить, чтобы замедлить шаттл демона. Просто... Репорт. Репорт оперейшенал. Так, ну что, собрались с Кайс вместе. Посмотрим, опять же, на графики. Вроде игра немного выровнялась. Там 2 400 золота, 2 400 экспы, одно. Один график в одну команду, другой в другую, но по факту игра-то ровная. На 31 минуте эти 2000, это вообще ничего. Ровным счетом. Пройдемся, наверное, быстренько по айтемам. Таггер, арканы. Тут, не крочи, почти хекс. 3400 голды. Можно пойти купить уже этот хекс. Здесь делается с Кадди. И, кстати, тоже уже практически готово. Тут тезолятор. Ну нет, ну лейт, конечно, у Мистра ужасающий. Вот этот дядя с Блокстоуном смотрится на фоне всех остальных. Очень тухло. Руки у него, так скажем, не самые прямые. Это не самый сильный тинкер. Я даже в паблике видал посильнее тинкеров. Вот у меня есть знакомый, вот этот Чиппи Чиз. Тот на тинкере явно лучше катает, чем этот дядька. Я прям даже на 100% уверен. Вот тут всякие. Этернал дагоны скоро, я думаю, мы будем видеть. Но пока максится дагон еще. Этернала еще нет. Трээнт, спел, запрыгнул, цепанул лайфстилера. Но рейджи такой, ау, башер. Башера нет. Поэтому мы не сперечем. Так что этот ультрента надо юзать, когда лайфстилер нажал рейдж, а не до. Что-то пингуют. Но из-за этого тинкера постоянно спушиваются линии, идет какой-то сплиткуш и на хайграунд зайти никак. Время воскрешения единственная причина покупки Блэдстоуна? Да не. Ну, в целом да. То есть это хорошо, когда ты воскрешаешься гораздо быстрее, чем должен. Но покупать из-за этого такой айтем, а не проще сделать себя таким, чтобы ты не умирал. И воскрешаться не надо будет. Госсептер появляется у тинкера. И вот он уже принимается за Этернал. 2000 голды Лакелс. Следующим айтемом. Ну, тут ему желательно как-то себя немного укрепить в плане ХП. Либо БКБху, либо Тараску. Что-то из этого обязательно откупить. Линкин, конечно, хорошо, но когда у тебя полторы тысячи ХП, а там миллион дизейблов, Линкин только один задоджит, все остальное в него влетит. Накидывает сформы. Там тинкер уже улетел. Да и сбить ТП он все равно не смог. Только разве что какой-то шадоу демонов успел. Пошел под Шадоу Блэйд. Ну-ка, ну-ка. Бам, прыжок. Ну и Рейдж. И опять ТП аут. Это уже на самом деле раздражает. Купи уже себе что-нибудь, братюня. Ну, понятное дело, что он себе скадет и делает. Пока. Просто он уже столько киллов мог сделать, если бы у него был башер. Не факт, что он пропрет. Опять же, бывает так, что ты там по пять тычек наносишь и башер не пропирает. А тут за время телепорта максимум он там три удара успевает сделать. Четыре. Так, что там у аппарата? Полтора ксаря. Он еще и деньги откуда-то берет. Своим ротопатосом. Иакс. Лазер, ракета, догон. Давай, до свидания. Раскастовался. Прыгает Тинкер. Получает Хекс. Метеор. Чуть-чуть его там метеором не зацепил. Так его уже разорвало под этим сулкетчером. Разорвало зато Вивера. Но у него-то есть и Егис. Не, ну ротопатосом сбивать линку Виверу согласен, можно. Можно просто дать айс бласт, от которого вся команда будет страдать, а можно сбить линкен Виверу. При том, что тут миллион героев, которые могут этот линкен сбить. Трубает рейдж. Ого. Что-то не получилось. Убежать Лайстиллер прячется в дикрача. И отступает. И отступает. Понятное дело, что сейчас нужно уже драться. В рейдж в кулдауне. В Хекс. Это минус. Ну один в один разменяли. Правда, саппорта на керри. Бэтрайдер тоже отваливается. Поставил змейки. Хорошо поймали с Ларком. И носует его. Ну, дизайблыми своими пользуются грамотно. Бэтрайдер бэйбэкнулся и вынужден на Мистерас отступить. Рнада. Ушел. Абва. Во. Тинкер купил. Вот теперь Тинкер страшит. Слушай. Что-ка я хотел сказать? Сейчас же Тинкер его убьет. Он его убивает. Так. Теперь надо отсюда уйти. Ага. Бэйбэкнулся инвокер. Не зря. 523 голды. Подарил. Ну, столько же, считай, подарил. Ну, только Тинкер-то не бэйбэкается и денег потерял за смерть меньше. Вот тут Бладстоун приносит свои плоды. Не, ну, если сейчас игра затянется, Тинкер будет делать много киллов, то представьте ситуацию Тинкера там тысячи три-четыре, в общем, есть деньги на бэйбэк. У него куча зарядов Бладстоуна. Идут пушить Скайс. Тинкер там делает один-два килла, умирает, воскрешается моментально с Бладстоуна, плюс хилит тиммейтов. Потом прилетает обратно, дерется, снова умирает и опять воскрешается за счет бэйбэка и приходит файм. Ничего, да, так? Идейка. Но это настолько терпильный как бы вот задел, что у меня даже нет слов. У вивера наконец-таки появилось БКБ. Я бы хотел, чтобы Вольво немножко изменили вот эти вот на базе. штучки или хотя бы название. Знаете, просто название придумали бы, а то что это за название? Просто вот строение, строение. Да ладно, что, серьезно, строение? А это что, не строение? И это вроде строение, и это вроде как строение. Ну, слава тебе, господи, хотя бы рейнджевой барак, миличный барак, тавер. Хоть что-то. Там, можно было бы описание какое-то сделать, там наводишь, типа, этот барак отвечает за репродукцию миличных крипов, если его снести, ваши крипы будут сильнее, там как-то. Я не знаю, что-то типа того. В общем, вы поняли суть. Унитаз, просто так, поставлен для того, чтобы вы вместо того, чтобы там ломать следующую линию, ломали эти унитазы. За них дают 100 голды. Счет типа того. Закидываю кланочку, лазер, Мерако подстрял, но вроде должен отсюда уходить. Форсом его подтолкнули и все-таки забрали. Байбэк-то есть? А байбэка у него нет. Ого! 60 секунд будет файт идти без Тинкера. Очень неприятная ситуация. Забирают Бэтрайдера. Давай-давай-давай, мы уже забрать Бэтрайдера. Вивер, братюня, сделай тычку. Что ты смотришь-то на них? Боже ж ты мой. Какой же он трус. Обалдеть можно. С Ларк там под Т4 Тауэром воюет, а Вивер стоит рядом просто в двух сантиметрах и тычку сделать не может. Минус нули троих. Потеряли только одного суппорта и ломают линию. Мистрасты близки к победе. Начинаю отслушивать Т4 ТВРа. Прошел Айс Бласт. Больно. Но Айс Бласт же у нас как бы есть вот так. О! Вы видели? Линку сбил. Фак ее. Фак ее. Линкен сбил. Линкен. Отлично. Волния. Хорошо. База горит. База падает. Вот так вот. Айс Бласт без Аганима. Роту Фотос побеждает Доту. Просто Роту Фотос. Я бы написал, но не буду. Некрасиво это.